Коммерческие запасы нефти в США, исключая стратегический резерв, за неделю выросли на 0,3%, до 430 миллионов 800 тысяч баррелей. Между тем, ранее сообщалось, стратегические запасы нефти в США достигли минимума с 1984 года. Соединенные Штаты на этом фоне в конце августа возобновили переговоры с Ираном по поводу восстановления совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Конкретных решений пока не звучало. Это перегружали в КНДР, перегружали в каких-то других странах и так далее, в Индию отправляли. Это было довольно проблематично и было проблематично вообще в целом получение оплаты за эту нефть, потому что там тоже несколько стран проходили вот эти транзакции. Иран мог бы частично компенсировать Евросоюзу отказ от российской нефти, отмечают аналитики. На фоне переговоров о возобновлении ядерной сделки Иран накопил существенные запасы нефти. По данным Бломберг, только в танкерах в Персидском заливе в настоящее время находятся 93 миллиона баррелей черного золота. Вортекс оценивает запасы скромнее – в 60-70 миллионов. Еще некоторое количество хранится в наземных резервуарах. Их выпуск на рынок повлияет на цены на нефть. Но реакция будет несущественной, ведь стратегические запасы США превышают 600 миллион баррелей. Я не верю, что удастся договориться, по крайней мере, в этом году уж точно. Не похоже даже близко, что стороны как-то приходят к каким-то договоренностям. По всей видимости, это опять уходит в какой-то неопределенный срок. Мы вспомним 2015 год, как раз выход Ирана тогда. И действительно, цены тогда начали падать. Только потом уже договоренности в рамках сделки ОПЕК+. Позже способствовали тому, что цены как-то нормализовались. Поэтому, конечно, новые объемы – это всегда снижение цены. Но, повторю, я не верю, что в ближайшее время удастся эту сделку как-то структурировать так, чтобы все были довольны. Вопрос в том, насколько сам Иран заинтересован выторговать для себя более привлекательные условия. Тем временем отмечается, что Россия может сотрудничать с Ираном для совместного обхода санкций и поставок нефти на международные рынки. Вероятно, это сотрудничество России и Ирана, это своковые поставки, которые сейчас обсуждаются, это возможность сотрудничества в газовой сфере. Напомним, ранее Россия и Иран договорились о взаиморасчетах в национальных валютах и взаимодействии в сфере энергетики и транспорта. Продолжение следует...